Всем привет! Российская фигуристка Камила Валиева допущена до личного турнира Олимпиады. Выездная панель спортивного арбитражного суда не удовлетворила апелляции МОК, ИСУ и ВАДА. Ранние организации обратились в спортивный арбитражный суд с целью протестовать решение РУСАДА о снятии отстранения. Напомню, что 25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранила фигуристку, но 9 февраля сняла временное отстранение. Так как отмена отстранения осталась в силе, Валиева примет участие в личном турнире фигуристок Пекина, который стартует уже 15 февраля. Стоит еще раз подчеркнуть и отметить, положительно для российской стороны решение спортивного арбитражного суда не заканчивать допинг-историю Валиевой. Прямо сейчас ей просто разрешили выступить в личном турнире. Вероятнее всего теперь и команду золотыми медалями наградят. Но уже после Олимпиады рассмотрение дела по существу продолжится. И на данный момент нет никаких гарантий, что награды, которые заработают в Пекине Валиева, ей оставят. Гарантий нет, но вера, здравый смысл есть. В пресс-релизе спортивного арбитражного суда отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса защищенной персоны. Ведь спортсменке не исполнилось 16 лет и особого подхода к ним. Как говорится, маленькая победа, но главные битвы еще впереди. Удачи тебе, Камила, и чистых прокатов. Ждали, конечно, очень долго, надеюсь, в итоге выяснится, что это была просто ошибка и принесут извинения. Нужно теперь выиграть Олимпийские игры и найти и также наказать виновных. И, кстати, это подарок Татьяне Тарасовой ко дню рождения. Ведь она загадывала желание, чтобы Камиле Валиевой разрешили выступить в личном турнире. Хотя это было не только желание Татьяны Тарасовой, но, пожалуй, почти всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok